Губернатор Тверской области Игорь Руденя минувший четверг провел в Вышнем Волочке. Рабочая поездка в муниципалитет включала в себя посещение сразу нескольких ключевых для районного центра объектов. В их числе Вышневолодская ЦРБ, физкультурно-оздоровительный комплекс и одна из школ города. По итогу визита главой региона был данный ряд поручений. Все подробности в материале далее. Рабочая поездка главы региона Вышневолодщик началась с традиционного для таких визитов возложения цветов к воинскому захоронению. Вышневолодский мемориальный комплекс «Воинское захоронение» был создан в 70-х годах прошлого века. На сегодняшний день здесь захоронено 1727 бойцов, павших на полях Великой Отечественной. До недавнего времени комплекс не знал ни одной крупной реставрации. Однако в год 75-летия Великой Победы здесь была с ноля возведена аллея героев, обновлена мемориальная стена и заменены скульптуры солдат. Большое обновление в этом году пережила и Вышневолодская Центральная районная больница. Главное новшество – вот этот современный компьютерный томограф. Он был закуплен и поставлен в медицинское учреждение по федеральной программе. Очень современный аппарат, поэтому можно делать болезненные исследования, особенно очень для онкологических больных, для кардио. Но мы еще все это обучаемся, поэтому сами еще не делали. Но на этом обновление системы оказания медицинской помощи в муниципалитете не закончится. По словам губернатора, в Вышнем Волочке планируется реализовать программу по формированию и развитию медицинского кластера в составе филиалов областного перинатального и областного сосудистого центров. Третий блок – это уже такая профессиональная диагностика, которая будет тоже работать на территории Вышнего Волочка. Следующим пунктом рабочей поездки губернатора стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Волочанин». Примечательно, что это единственный в городском округе подобный крытый объект, на котором можно проводить спортивные соревнования разной направленности и в любое время года. На протяжении двух последних лет комплекс был закрыт. В нем шли масштабные ремонтные работы, которые финансировались по региональной программе. Однако сегодня ФОК вновь готов принимать атлетов со всего Верхневолжья. Начало работы в штатном режиме намечено на 1 сентября. У нас универсальная игровая площадка. Она рассчитана на мини-футбол, теннис большой, волейбол. У нас есть ковер борцовский, ринг, тренажерный зал. Готовится к открытию и новый офис МФЦ на улице Урицкого. Работы по капитальному ремонту здесь находятся в завершающей стадии. Из областного бюджета на эти цели направлено более 13,5 миллионов рублей. Еще свыше 6 миллионов на приобретение мебели и оборудования. В новом помещении филиала оборудуют 15 окон обслуживания граждан, а также класс для обучения сотрудников. Игорь Руденя поручил привести в порядок также прилегающую территорию обустроить парков. Переезд филиала по новому адресу запланирован на осень текущего года. А вот открытие путепровода через Октябрьскую железную дорогу придется подождать немного дольше. А в настоящее время на объекте произведен демонтаж старого путепровода. Бригады приступили к строительно-монтажному циклу. Сейчас активно ведутся работы по бетонированию устоев, промежуточных опор. Ну и также уже начал поступать металл для пролетного строения. Уже в этом году планируем приступить к сборке пролетного строения. Еще одной точкой рабочей поездки Игоря Руденя в Вышневолодский городской округ стало предприятие Вышневолодский леспромхоз. В ближайшие три года здесь планируется модернизировать лесопильный участок. В качестве базы для переоборудования рассматривается новый лесопильный завод шведского производства. Уже приобретен земельный участок площадью 4,5 гектара. Общая стоимость инвестиционного проекта составит более 1 миллиарда рублей. Инвестиционный проект рассчитан на модернизацию именно переработки древесины, для того чтобы увеличить ее эффективность, увеличить объем производства, увеличить качество. Это нам даст в первую очередь, как мы считаем, самое важное, улучшить рабочие условия сотрудников. Соответственно, как следствие, позволит нам поднять заработную плату и, соответственно, улучшить использование нашей с вами древесины, которая готовится в Вышневолодском районе. А в школе номер 12 Вышнего Волочка идут последние приготовления к новому учебному году. Большие коррективы в эту работу, как и в других образовательных учреждениях региона, внесла пандемия коронавируса. Впрочем, по словам директора школы Любови Гаврюшиной, сотрудники учебного заведения сумели учесть все нюансы. На протяжении последних трех недель мы думали о том, как начать учебный процесс, как развести потоки для организации и питания, и обучения. Распределили. Трудно, но распределили. Как получится, время покажет. Думаем, вроде как вот все продумали. В 12-й школе губернатор осмотрел классы, медицинский кабинет, столовую, актовые и спортивные залы. Игорь Рудень обратил внимание на необходимость улучшения условий для занятия спортом в общеобразовательном учреждении и поручил включить ремонт спортзала в региональную программу. И, конечно, нам надо равняться на лучшие аналоги, которые сделаны в наших столицах, и в том числе в столице нашего региона. Поэтому понятно, что и наша собственная самооценка должна быть более критичной по отношению к ремонту, к подготовке к 1 сентября. 1 сентября в среднюю школу номер 12 Вышнего Волочка придут 590 учеников, из которых впервые ее порог переступят 58 первоклассников. Всего в новом учебном году в школы Тверской области пойдут свыше 139 тысяч учеников. Из них почти 15 тысяч первый класс. Новый учебный год предполагается провести в очном формате, но с соблюдением комплексных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok